Первая мировая Неизвестная, забытая, империалистическая Именно такое определение имела эта война в советской историографии Так в действительности обстояло на страницах учебников той поры Война проигранная, война непопулярная, война, в которую ввязался царский режим Николая II Ни подвигов, ни могил, ни памяти Ни сотен тысяч убитых, раненых, пропавших без вести, попавших в плен Ни территориальных потерь, ни предательства, ни развала великого государства Отношения стали меняться лишь в конце 90-х После распада СССР Братские могилы и захоронения солдат русской армии, павших на полях сражений Первой мировой Остались в России лишь на территории Калининградской области Факт малоизвестный, но оттого фактом не перестает быть А потому на нас, калининградцах, особая ответственность По сохранности этих захоронений И незабвению страниц отечественной истории более чем столетней давности Это воинское захоронение 114-го новоторжского пехотного полка Вот, оно было, захоронили здесь наших ребят 9 ноября 1914 года Мы видим, что вот на оригинальном кресте немецком, как бы если по-нашему читать, то 11 сентября, 11 9-го Нет, это просто дата и месяц местами поменены Здесь было 21 человек захоронен именно в этот день Потом здесь хоронили еще до января 15-го года К сожалению, эти кресты не сохранились, нашли только один Вот, всего здесь похоронен 81 человек, 81 солдат Имена их удалось установить, поэтому вот мы видим здесь гранитные плиты На которых нанесены все эти имена Вот, 8 мая прошлого 2021 года, во время пандемии, выехали сюда Здесь был такой немножко разгром, конечно, да, пастбище коровье И кусочек бетона, маленький-маленький кусочек бетона торчал из земли Ну, я просто в него пальцем тнул, давайте мы его перевернем Перевернули Вот это оказался тот самый крест светлый, который мы сейчас видим посредине Сразу стало понятно, что это именно то место, что именно здесь лежат русские солдаты Вот, ну и с тех пор вот год мы проработали здесь В ноябре прошлого года поставили гранитные плиты И в этом году уже кресты Вот вы все время говорите, мы, мы, мы Мы это кто? Мы это движение волонтеры GS Group Вот, однажды, где-то, наверное, в 13-м году, не наверное, а точно в 13-м году, в 2013-м Холдинг решил, находится он в Гусеве, да, вот они решили к столетию со дня начала Первой мировой войны благоустроить несколько захоронений Благоустроили А потом кто-то подумал, ну как, благоустроили и бросили, да, это же все у нас в нашей природе зарастает за год, за два Вот, и просто кто-то кинул клич, ну давайте там попробуем собрать волонтеров, кто будет за ними присматривать Всего поучаствовало за 9 лет свыше 400 человек Вот за все это, разные люди, абсолютно, даже из Германии приезжали волонтеры, из других городов России Ну, большинство, конечно, это гусевцы, вот, ребята с Озерска, ну, с окружающих городов Поэтому вот это мы, оно, конечно, это именно так И вот здесь участвовали как раз и конструкторы 114-го новоторского полка военно-исторического клуба Потому что, ну, как бы это их полк, да, это для них такое вот, что ли, дело чести было Они тут нам помогали, вот, и вот, вот что такое мы А что такова за практика была захоронения русских и немецких солдат, погибших, видимо, даже в одном бою От чего она шла? Вот, честно говоря, немножко смотреть на это удивительно Ну, это была вот общепринятая практика, особенно это, как бы, после войны, когда кладбища объединялись часто и перезахоронились Вот тогда делалось одно общее захоронение Потому что, когда люди погибли, они уже нет вражды, как бы, там на небесах вражды нет, да, там каждый из них сражался и погиб за свое отечество Это действительно так Каждый солдат той или другой армии был верен своей присяге, своей родине, за нее и жизнь отдал Как было написано на одном из погребальных камней воинского захоронения Они умерли за свое отечество Смерть объединяет Здесь вот стоит, например, латинский православный крест Не потому, что здесь похоронены германские солдаты А потому, что среди российских воинов, конкретно здесь, много католиков и лютеран Здесь же есть мусульмане и иудеи, здесь прямо лежат То есть в российской армии все-таки иногда люди думают, что там были только русские Нет, нет, очень большой процент, особенно здесь в Восточной Пруссии Где-то до 30%, как их тогда называли, инородцев Да, это весьма неоднозначная тема, подзабытая в наши времена В предах царской армии воевали люди всех вероисповеданий Разных национальностей, религиозных или нравственных предпочтений Но всех их объединяло одно – любовь к отечеству Будь то дагестанское село, калмыцкая степь, местечко в Малоруссии или дальневосточная тайга Сегодня все встает на свои места Нет Элина и иудея Есть родина и воинский долг перед ней Слава Богу, настали те времена, когда мы можем вспомнить поименно солдат той войны И вознести им должные почести Вот Кричевский Левик Гиселевич Вот, это иудей Вот Столлер Бенемин Нахимович, тоже иудей Эсман Индрик Янович, тоже иудей Вот Мартин Басон, этот лютеранин или католик Смельга Иосиф тоже Вот Дертинянс, он армяно-грегрианского исповедания Это лютеранское кладбище имения Пагримен Имение Пагримен – это тот самый поселок Осипенко, от которого ближайший сюда То есть это был официально выделенный администрацией участок для захоронений Гражданское кладбище находится, вот мы видим там ряд надгробий То есть в основном здесь, а вот военный участок, он вот здесь Мы шли по этому разоренному кладбищу, и нас напокидало двойко чувство С одной стороны, несправедливость от вида разбитых плит и надгробий С другой – радость от того, что та самая попранная несправедливость, пусть частично, но восстановлена Частично потому, что почти все захоронения, все довоенные кладбища на территории Калининградской области были осквернены и разграблены Надгробие плиты перекочевали на отечественные кладбища или проданы в соседнюю Литву Ограды, цепи, обелиски сданы металлолом Смотрите, здесь раскопали всех, абсолютно всех У нас нет немецких кладбищ, вернее есть, я знаю одно немецкое кладбище, не раскопанное, потому что оно не нанесено на карту Мародеры, они работали по карте, вот, и они раскопали всех Здесь мы нашли вот этот крест, маленький-маленький кусочек фундамента торчал, то есть он был, яма была выкопана, все останки выброшены Туда крест засунут, обычно ломают его в мелкие части, здесь большая редкость он уцелел Все остальное, это было сброшено вот туда вниз, в кусты, назад К сожалению, это очень неприятно, очень больная такая страница нашей истории И, ну что ли, вот именно поэтому мы стараемся местных жителей всегда сюда зазвать, затащить, пригласить Развешиваем объявления, угощаем пирогами, ставим самовары с тем, чтобы показать Ребят, давайте больше не будем никогда этого делать так, как это было Наше общество пробуждается, прошлому возврата нет Пробуждается гражданское самосознание, и это действительно серьезно Мы один большой народ, одна большая нация, один большой мир, а не обезличенная общность бездумных потребителей прибавочного продукта Есть вещи поважнее, чем кэшбэк и добавленная стоимость Примерные цифры, количество погибших солдат российской армии, сколько погибли в Восточной Труссии? Вот тут, честно скажу, я не историк все-таки, да, не архивист Я не владею такими цифрами Вот, я только вот занимаюсь вот этими захоронениями То есть 81 человек здесь, еще 5 человек в округе И несколько сотен вот в районе Даркемина, тоже на наших же будустроенных вот таких захоронениях Но это наверняка не все, наверняка не все, и больше А значит, впереди еще много работы, как в архивах, так и на местах захоронений Как для властей, так и для всех неравнодушных к истории Отечества граждан Проект «История. Люди. Память» при поддержке Фонда президентских грантов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова